Два часа в инстаграме, но не собирал лайки, а отвечал на вопросы подписчиков Алексея Циденов. Это уже второй выход главы в таком формате в сети. В прямом эфире с пользователями фейсбука и контакта он общался больше года назад. В окружении гаджетов вопросы в лоб льются и сегодня. Газ в Бурятии будет или не будет? Именно трубопроводный газ под большим вопросом. И на сегодня решение о том, что труба придет в Бурятию, нет. Дайте место в садике. Сложно сказать, в каком садике. Очередь общая. Сейчас, сами видите, садики строим. Сейчас на 2500 мест уже детских садов ввели. Еще 11 детских садов строим в 2020-2021 году. Поэтому по очередям будет движение очень существенное. Дышать нечем. Дышать нечем. Согласен, коллеги. Конечно, задымленность у нас очень высокая. Отдельная тема. Борьба с загазованностью в городе Лондон в первую очередь. Проблема старая. Какие решения? Быстрых, легких решений нет. Сейчас что делается? Совместно с ТГК-14 реализуется проект по подключению стеклозавода, районного стеклозавода к центральному снабжению. И, соответственно, там четыре котельные могут быть закрыты. Вопросов про газ и задымленность было больше всего. Слали приветы, восторгались, критиковали и спрашивали у главы все подряд. Даже возраст и чем занимается супруга. На что Алексей Цыденов отшутился, что супруга воспитывает четырех детей и иногда его самого. Но шуток на самом деле было не так много. На жалобу, что в пятой поликлинике не выдают лекарства от диабета и путевки, глава среагировал жестко. Деньги выделены, торговали все. Сейчас проверю, должны выдавать лекарства. Если не выдавали, настучу по голове. Разъяснил Алексей Цыденов и по горячему питанию школьников, и по мусору. С 1 сентября у нас вся начальная школа, с 1 по 4 класс, вне зависимости от доходов семьи, все дети должны питаться бесплатно. Это порядка еще 450 миллионов надо. Но это будут федеральные деньги. Так что по решению президента у нас питание будет во всех школах. Когда мусор начнем сортировать. Уже начали, мы городскую мусоросортированную станцию запустили в работу. Она несколько лет стояла, сейчас начала работать. И сортировку будем только увеличивать. Жилье сиротам, дольщики, аварийные дома, отток кадров из Бурятии, интернет в школах, хоспис в Улан-Удэ и подром из зарплаты. Подробные ответы на все сохранены и уже на отработке у министерств и ведомств. Напоследок Алексей Цыденов обещал продолжить такое живое общение и кое в чем признался. Остаюсь ли в Бурятии или меня забирают? Нет, я остаюсь в Бурятии. Даже на фоне смены правительства остаюсь в Бурятии. Может, конечно, кто-то хочет, чтобы уехал? Остаюсь. Мария Латышева, Евгений Павлов. Новости дня.